Здравствуйте, уважаемые зрители! Спасибо всем, кто нас смотрит. Мы продолжаем цикл наших бесед на тему «Латвия – это мы». Я надеюсь, что в результате наших мероприятий, которые продолжатся, может быть, в большем числе участников, мы все-таки сделаем хорошее дело и уменьшим ту трещину, которая прошла по нашему латвийскому обществу. Я Эдуард Шнепс, представитель общества избирателей в Латвии, и... Вадим Соколовов, представитель русской общины в Латвии. В прошлый раз мы остановились на том, что нужно обсуждать документы с отец в руке. Мы разошлись на разном толковании смысла преамбула в латвийской конституции, соответственно. Сегодня я предлагаю... Вот первое же предложение этой сатуры преамбула разобрать. Может быть, вы зачитаете? Можем. Преамбула текст. Вен, в 2090-е, астинец на гаде, астинец на новемрю, поклоняяя латвийский волк, его избраняя, афинирует латвийскую историческую землю и балстаетесь, что латвийская нация с негалоземой волк сгрипой. Он вы неотнимает паштаникам стесит. Как мы знаем, этот текст писал наш нынешний президент. Во всяком случае, основа этого текста – это его слова, и я смеюсь несколько прокомментировать уже на русском языке. Значит, первая строчка понятна. На основе воли латышского народа, латышей, так это сказано, на исконно принадлежавших латышам землях восстановить свое государство. Такова была воля. Это с первой строчки ясно. Дальше идет речь о смысле существования этого государства, чтобы гарантировать латышской нации ее языку и культуре сохранение и развитие в веках. То есть латышской нации, языку и культуре. Но дальше после запятой сразу идет обеспечить народу Латвии и каждому. В первом случае было Латвия жена цель, а после запятой Латвия стал народу Латвии и каждому эквенам свободу и способствовать благополучию. Этот очень сжатый текст, в нем каждое слово к месту имеет свое значение. И поэтому при первом прочтении возникает разночтение. Что вы сказали? Ну, здесь вы сказали, что восстановлено, а здесь известно, что создано государство. То есть оно создано, а не восстановлено. Потому что... И здесь... Ну, здесь тоже часть земли, которая в тот момент была обвинута, часть принадлежала Витебской губернии. Например, Латгаля тогда происходила туда. Она не относилась ни к Литвянде, ни к Кузену. Ну, тут немножко раз мы говорим. Я понимаю. Нет, я чисто... Я не потому, что... Как административно делила империя эту территорию. Это один вопрос. А на ней жили Ватыши? Вангальцы и Ватыши. И первый съезд, который был в апреле 17-го года, как вы знаете, столетия началась с апреля 17-го года, и в Решице, по-моему, был съезд, который разрешил, что Латгаля должна присоединиться к Ватве в этом плане. Многие в том контексте, что она была административно, принадлежала к другой губернии. То есть здесь так попали? Я согласен с этим. Я еще услышал, что здесь Атвент, Ватышев, Ватышевская резервность... Ну, смысл наших возгласий не в этом, а в том, что есть ли здесь признаки нацизма. Какого нацизма? Ну, видите ли, приоритет одной нацины на другой. Это и есть признак нацизма. Ну, я бы не сказал так. Это признак нацизма – это превосходство. Превосходство. Да. Здесь я подчеркиваю, что превосходство культуры и языка. И за счет этого обеспечивается существование в Латвической нации века. Благодаря превосходству культуры и языка. А права... Но здесь, естественно, превосходство есть гаранта. То есть гарантирует. Превосходство и гарантирует – это две важные вещи немножко. Но я трактую эту гарантию, которой нет у других наций, а только у Атвической. Ну, как некоторое превосходство. Дело в том, что гарантировать и превосходство соблюдать – это необязательно. Я соглашусь. Можно гарантировать и необязательно быть в этом плане над чем-то превосходством. Ну, это не практикальный спор. Но главное, что латвийское государство создано для того, чтобы гарантировать латвическому языку и культуре существование в веках. Это и есть основа для существования нации. Как и люди, представители латвической нации, никаким приоритетом не пользуются. Ни в сфере свобод, ни в экономике, ни в свободе. Ну, приоритетом, может быть, таким, вы имеете в виду, не пользуется. Но дело в том, что знание языка как родного, для человека, которого не является родным, достаточно проблематично. Многие могут так сделать, чтобы получить… Проблема есть. То есть здесь. Ну, и если в основном мы ставим это в главу угла, как мы уже не раз говорили, конечно, здесь есть такая вероятность. Есть. Есть вероятность, когда и второй момент относительно той первой Сатвенса 1922 года, там не было понятия в едином матрии, что нация. Там все что нигде не упоминается вот это в 1922 году. И в 1922 году, это есть комментарии тех, кто учились в Сабарне, которые как будут трактовать Сатвенса. Там же есть очень большой труд, еще в приложении. И то Сатвенса, как вы правильно сказали, было подписано господином Чарсты и господином Ивановым, секретарем. Если вы обратите внимание, Ивановс. Ну, явно тоже, как говорится. Я, кстати, посмотрел, что это было за господин Ивановс, который секретарем. Достаточно любопытная личность – Эр Ивановс. И судя, я не помню, кто мне из историков говорил, он родился где-то в районе Зерговы. И он был сыном начальника станции. Шелестдорожник. А в то время это считалось таким стратегическим объектом. И начальником станции всегда назывались в Старской империи из православных. Ну, а тогда православные, значит, русские. И оттуда у него мама, скорее всего, была латыш, а отец был русский. И оттуда он был латвицем. Он был латвицем. И он подписал его от 1922 года Конституцию. У нас есть Иванс Корбуновс. Да, да, да. Мой пресс-наец в политике Олекс Бакаревскис. Да. Кто бы мне сказал, что он не латыш, он бы очень размутился. Нет, нет, все нормально в этом плане. Но это в веках, так сказать, могут быть случаи и ассимиляции. С этим надо считаться. Но право сохранить свою царную идентичность латвийское государство ни от кого не отнимает. Нет. Единственное, что не может же в Конституции быть записано, что гарантии для сохранения в веках русской нации, белорусской, украинской, может гарантирует латвийское государство. Дело в том, что оно и нет такого понятия, оно и не записывается. Но и не во всех Конституциях написано, что должна быть нация, это задача государства именно, что типа сохранить веках нация. Надо посмотреть на другие Конституции. Но в наших условиях, когда, как я уже говорил в прошлый раз, половина всех наций к концу столетия исчезнет, латыши ставят перед собой такую цель – сохраниться. Дело в том, что, опять же, за счет чего? За счет сохранения латвийской языковой среды и ее развития в новом совете, чтобы язык не стал музеем. Чтобы он жил и развивался, и использовался постоянно на определенной, для удовольствия территории, как я скажу, для этой цели. Все остальные народы, представители основных других рациональностей, могут сохранять свою юридичность. Но не погрузившись в язык государственный, они будут находиться в неравном положении. Ведь я очень хорошо понимаю ваше желание какой-то статус иметь для русского языка. Ну, представьте себе, если есть у русского языка официальный статус, есть на русском языке образование. Не говорите официальный статус для русского языка. Потому что… Скажите, по какому статусу вы читаете? Я не мечтаю, я просто считаю, что, согласно всех международных законов, он должен иметь статус не иностранного. Какой? Насколько? Вы о чем говорите? Есть такие примеры. Есть пример. Для населения, например, свыше 50% в этом регионе является русскоязычным, для него является местный статус. Который применяется для использования тоже. Но только в тех регионах, где больше 50%. Но когда… Эти деградации разные могут быть. Потому что здесь на сегодняшний день, к сожалению, русский язык воспринимается как язык… Ну, и так далее. Понимаете? Это дань… Да, мне… Я всегда говорил и Викторович в своем специальном статье. Мне понравилось его название. Я уже не помню его смысла даже. Когда он написал, русский – это ресурс или угроза для Ватвии. Если мы отвечаем, что русский Ватвий не является угрозой, а именно тот ресурс, в хорошем плане этого слова, для развития Ватвии, в том числе поддержки в экономике. Потому что любая культура, любое развитие требуется в том числе и материальные средства. Понимаете? Поэтому здесь мы всегда сможем, как говорится, здесь. А если вы будете воспринимать русских как угрозу, а угроза свыше 30% внутри. Вы представляете? Это же все… Ну, я не думаю, что это правильно. Позвольте разъяснить вашу мысль. Хорошо. Будет официальный статус? Ну, не будет официального статуса. Нет, я хочу разъяснить вашу мысль. Будет статус выше иностранного. Я не знаю такого статуса. Ну, в следующий раз. Если он официальный статус, если можно обойтись образованием на языке, который имеет официальный статус, значит, человеку для реализации своих правил нужно иметь возможность и дальше учиться, вот, препятать профессию, реализовать свою профессию на этом языке. То есть, языку нужно пространство. Мы уже не ходим от гуманитарной сферы географии. То есть, если будут люди не полностью погруженные в государственный язык, то у них появляется естественная потребность и дальше жить в сфере языка, который они изучали в школе. Значит, должно быть производство, научные учреждения тоже на русском, допустим, языке. Значит, рано или поздно возникает вопрос, что этому языку нужна автономия. И будь историческое обоснование для русской общины иметь здесь территориальную автономию, этот вопрос бы не стоял. Но тогда у латышского языка в этой автономии была второстепенная роль. Ну почему? Дело в том, что в автономиях нет степенной иронии государственного языка. Ни в одной автономии национальной в любом государстве государственный язык остается. Это язык автономии на определенной территории. То есть, он не является в виду национальное государство, которое мы называем империей. Ну почему? А я считаю, что сейчас эту модель повторяет в ответ. 38% является не у латышей, а поведение такое, как империя относительно них. То есть, здесь что-то же самое. То есть, эти все вещи говорят империи и прочее, это не только политические штампы, шаблоны и розы. Тут в одной черточке я вас даже поддерживаю. Даже хуже, чем империя. В империи есть национальные территории, на которой местный язык при нижнем положении, но, тем не менее, он как-то поддерживается. У русского языка и у всех других национальных общей в Латвии нету своей церквиальной автономии. Потому что, с одной стороны, можно даже сказать, что эти языки выше и худшем положении, чем языки колоний в империях. Ну, мы так далеко зайдем, и второе, я бы не хотел, наверное, на тему. Честно вам скажу, что вот эти все наши разговоры, они настроены и идут в парадигме какого-то негативизма. И вот это было то, что было всегда, и я помню, в 91-й год, и Мама, Царство Небесное, Мама всегда говорили, что... И тогда же было как? Я сейчас помню, вот как сейчас я помню, было настроение соединило не в Атыши, что маленькая семья наведет порядок бескречный большой. Понимаете? А то, что национализм в 95-м, там этот был всплеск такой, да, такой небольшой, ну, будет 4-5 лет, а потом все вернется на круги своя, то есть только жили вместе, но и дальше будем жить. Как же это? Уживались, как говорили. Тут даже отель это может построить. Да, поэтому здесь я еще раз говорю. Смотрим, национализм нет ничего негативного. С этого раз. Национализм нет ничего негативного. Национальное – это все нет. Национальное самосознание. Когда начинается приоритет над людьми нациями, превосходство, это уже переходит нацизм. Нельзя переступать эту черту. Дело в том, что, еще раз, никто и не говорит что-то переступать. Патриотизм, национализм, все остальное – это слова, которые имеют много оттенков. Они имеют много последователей – радикальных, менее радикальных. По-разному оценивается среди разных людей. Много передергиваний. Поэтому здесь я к этому вопросу относился нормально. То есть, если ты отстаиваешь себя и самого себя и прочее, то это не обязательно, что ты националист. У любого человека есть собственное достоинство, собственные мнения, но они должны быть не за счет них. Наши должны быть националистов. И перед собой я вижу националистов. То есть, человека, отстаивающие интересы своей национальной общины. Это и есть нормальный, как я говорю, цивилизованный национализм. То есть, самосознание национальное, осознание себя представителем той или иной нации – гордость за это. И признание тех же прав за другими нациями. Вот пока признание тех же прав за другими нациями существует – это не преступный национализм. Это нормальный, здоровый национализм. И он присутствует у всех. Даже у тех националистов, кто борется с национализмом, они сами выступают с позиции национализма, только уже своего. Но, вы знаете, я над этим вопросом, честно говоря, не задумывался никогда. Дело в том, что, скорее всего, национализм и чувство национализма посыпаются в тот момент, когда появляется угроза твоей самости. То есть, здесь в Латыши, я понимаю, в какой-то момент появилась угроза своей самости. Ну, то есть, того, что он имеет ощущение, убеждение. И оттуда родилась Атман, на которую в 91-м году. Скорее всего, я говорю, и молодой Латыши, и даже создание государства. Вы представляете, какой пассионарностью обладали латыши? Тогда, вы представляете, 18-й всплеск такой, что люди не только у себя, но и практически они писали мировую историю, ярчайшую страницу, при всем том, насколько мы можем к этому относиться. Я имею в виду аббассиональность личности, а не своей самости. Я хотел бы зафиксировать на этом месте наш разговор. Латыши почувствовали угрозу своей самости. Что я хочу сказать? Что каждый человек, живущий не в своем национальном государстве и не в своем национальном округе, национальном округе, всегда чувствует угрозу своей самости. Во всяком случае, в будущем поколении вот такой иммигрант. Но если он обязается иммигрантом, то есть человеком, который выехал или куда-то уехал самостоятельно. Если это не национальная автономия или государство, эта угроза всегда существует. И эту угрозу нельзя назвать неестественной. Понимаете? Это естественно. Если я живу в Германии, в нескольких поколениях, всегда есть угроза стать в каком-то поколении, а не веществом. И так в любом государстве. Но если существует угроза для немцев, допустим, отуречиться, это уже ненормально. То есть угроза своей самости в государстве, в национальном, это положение колонии. Это положение колонии. А угроза своей самости вне своего национального государства для автономии, это естественное состояние, с которым каждый переселенец во многих поколениях каким-то образом борется. Ну то есть прикладывать дополнительные усилия, чтобы эту самость сохранить. Потому что государство не может создать условия, гарантировать условия для нескольких националистов, если оно не разделено на автономии. Я все подчеркиваю. Если есть закон о равности языков на неразделенных полной территории, то это вовсе не значит, что фактически они равны. Просто в тех обстоятельствах это никого не беспокоит. Это не является угрозой ни для них. Вы видите угрозу для русского языка в Латвии. Только лишь то, что русский язык здесь вне закона. Не имеет никакого закона. Но это является. Нет правовой основы у него никакой. Не у меня правовой. Он иностранный язык. В отличие даже от языков Евросоюза. И Евросоюзные языки тоже иностранные? Нет. Только не в статусе и выше. Только благодаря тому, что у нас есть договор с Евросоюзом. Ну мы говорим в Евросоюз, значит есть договор. Ну в Совет с Евросоюз мы не входим. Сори. Нет, подожди. А почему тут в Советский Союз? У меня ладно, что не нравится. Чего в Суэз? Ну так что... Тут такая коллизия получилась, что самый распространённый глаголатический язык вдруг потерял свой статус фактически в Латвии. То есть закон. На законодательном уровне потерял. Есть такая обидь. Но это вовсе не значит, что он потерял свое фактическое положение. Дело в том, что обиды никакой нет. И я вообще не очень. Понимаете, в чем дело? То есть за что мы обрали Советский Союз? За двуличие лицемерия и различие между той жизнью, которая ушла, и той идеологией, законами и прогламациями, которые нам рассказывали. Понимаете, в чем дело? И я за то, чтобы приводить все шли в какую-то фактическую жизнь и правовые нормы в какой-то порядок. Чтобы каждый человек понимал свой уголок, свою жизнь, чтобы он понимал свое место, понимаете, в чем дело. Чтобы он успокоен был за свое будущее, за будущее своих детей. Чтобы если все происходило, то происходило естественно, а не под давлением. И тогда я не думаю, что что-то произойдет очень большое. То есть я еще раз говорю, я в последнее время, в чем проблема в Латвии? У нас очень много негативизма, к сожалению. Очень часто мы встречаемся везде и всюду. И здесь вот этот негативный настрой, который присутствует, присутствует. Я не говорю везде и всюду. Конечно, по-разному люди живут и по-разному они уже воспринимают жизнь. И я лично никогда не воспринимаю негативизм. Потому что жизнь одна и глупо прожить, как говорится, в негативных эмоциях. Но в целом, вот этот расстраив между фактическим состоянием дела и фактическими взаимоотношениями и то, что повозглашается. Ведь насколько я знаю, основным критерием социологии являются межнациональные браки. Межнациональные браки до сих пор составляют 16-18% насколько я знаю. Это показатель того, что здоровое в основном взаимоотношении есть. Вопрос только ее перевести в нормальную плоскость, начиная, как говорится, конечно, с тех, кто задает тон, но, как говорится, те, которые властители дум, властители умов, властители, как говорится, всего, да? Как говорится, элита, будем говорить, в хорошем смысле, это в основном. Лучшие люди. Пройдем вашу мысль насчет двуличия государства советского. Слава Богу, во всяком случае, я не вижу двуличия у государства латвийского. Есть двуличия у латвистских политиков, у тех же депутатов, у людей разных. Люди есть люди. Но в своей основе латвийское государство последовательно и открыто. Вот написали прямо, что для этой нации и культуры здесь будут особые условия. Но особые условия для языка и культуры люди все равны. И во всех последующих законах нигде нет никакого неравенства по национальному призму. Естественным образом образуется неравенство из-за недостаточных знаний. Инженеры с рабочими. Они неравны, потому что у инженера высшее образование. Также неравны люди, которые если знают и не знают государственные законы. Они тоже становятся неравными по факту. Но закон не определяет у них разные права. Закон пробуждает всех быть равными в языковой среде. На основании какого закона был статус русского языкового власти как иностранного? На основании каких исторических посылок законодателей было принято решение до 9 декабря 1999 года объявить русский язык фактически иностранным. Ну там правда говорится о том, что законы государственные латышки, признаются грибские и латгальские письменно. Все остальные языки являются иностранным. Я вот не понимаю на основании какого закона русский язык здесь иностранного статуса. Дело в том, что любое передное население, согласно Конвенциям ООН, является то население, которое существовало на данной территории в момент создания государства, его границ. О том, что здесь не было русских в момент создания государства в 18-м году, я очень сомневаюсь. И конечно с 19-го года в Демократическом институте 22-го закон об образовании, закон об образовании нас меньшинств. Русский отдел в министерстве образования, возглавляемый господином профессором Юбатовым, который закончился в 1934-м году, потому что в 1935-м это был уже новый закон об образовании, издал господин Нурманис, который уничтожил практически вот это нас меньшинство. Но даже тогда закон о языке он позволял немецкому и русскому быть как нас меньшинств. И тогда позволялось это делать. Но видите, как-то произошло, то произошло. Сейчас эта теория оккупации сломала все эти вопросы. И теория оккупации не позволяет... Теория оккупации, да, оккупации. Вы знаете, что... Это факты оккупации. Факты, да. Факты есть, трактовки могут быть разные. Теория оккупации, потому что здесь это, конечно, это проваленно создали такое для того, чтобы оправдать последующие действия. То есть создали не институты, не граждан. Вы понимаете правильно. Я подавал в председательный суд дважды о том, что на основе контуинитета... Вы знаете, что контуинитет – это правовая такая колития, когда все, что было предыдущим, оно точно так же переносится и сейчас. Так же, как у нас закон 37-го гражданского был принесен сюда. И очень много права собственности, да, сертификат и прочее гражданства. Все было перенесено практически. В зависимости от права и концепта права и преемственности. И тогда я дважды подумал, что вот русский язык в Первой Республике, мы их только где-то в правах, он был на основе контуинитета. Я просил, чтобы на основе контуинитета и сейчас русский язык имел бы тот статус, который был в Первой Республике. Мне написали, я действительно... Этот суд я подал после вот этого знаменитого референдума по статусу русского языка, где вопрос был поставлен по администрации, но подразумевал, что он, ну, как говорится, хоть какой-то статус, но что-то он не иностранный. Тогда политическая вот эта вот... Такая очень асинасть, ну, как бы по администрации все возбуждены. Я думал, мне ввести это в правовую плоскость. Я был поражен ответом. Мне кажется, он в суд отвечает, что в данном конкретном случае концепция контуитета не работает. Простите меня. Во всех остальных она работает, а в этом она почему-то не работает. Без объяснения. Я пытался привести это в правовую плоскость. Ну, два – политические. Потому что в политике у нас все время в нулевой сумме. То есть выиграл – поиграл. Понимаете? И каждый на этом, конечно, делает свой капитал. Не знаю, как еще раз, то есть как достучаться до этого дела, что... И здесь я не очень понимаю, всегда сложилось так, что в сфере образования вот решили больше, когда в русских гуманитарных плоскостях. Действительно, ну вот, когда я в советское время, там, при сомбожении. А они вот решили больше в точных науках. Мы сейчас привали, да? И почему не совместить и то, и то, на благо страны, я не очень понимаю. То есть, если можно изучать физику, математику и все на русском языке при перфектном знании ватышеского языка, почему надо вот это вот преимущество, которое есть у нас, как бы, любого многоакционального государства. А почему это нужно нервировать? Я искренне это не понимаю. Давайте так. То есть, по факту, страна многоакциональная, ну, мы все пришли, а по идее, она должна быть моноэтнической. Особенно после принятия вот этой премьеры. В 2022 году конституция не предусматривала мононационального государства. И 26 процентов было тут. 26 процентов тогда было не ватышей, а в 1935 года. Сейчас 38. Да, разница есть, но не принципиально. Мы как будем ходить по кругу? Да? А мы уже ходим по кругу 30 лет. Врачи по кругу. Не устали пока. Давайте так. Есть целеполагание и есть законные основания. Или логичные, закономерные основания. Цель, задача, прямо как написано, создать условия для сохранения этой нации на этой территории. Есть такая задача. Вы понимаете, если этой задачи не будет, то большая часть латышского населения, она не нужна для государства, если нет для целей. Вы думаете, они сюда стоят и считают приампу, вместо этого, чем наши? Они с этой приампулой рождаются, так же, как рождаются русские, с тем, что они русские. И хотят оставаться русскими. Понимаете? Если национальное государство не обеспечивает этой нас выживание, значит, это колония. Короче говоря, цель не только благополучия, а совершенно не связанная с благополучием, параллельная задача – обеспечить условия для сохранения языка и культуры на этой территории. В другой территории, где этого языка нет. И вот совершенно неоткуда подпитываться культурой, где-то в другом месте, где созданы все условия, где язык развивается, растет, где на нем разные науки развиваются и прочее прочее. Нет такого. Есть возможность только здесь. Значит, есть такая цель. Она закономерна. Право такое у нас и есть. И была теория оккупации на практике. Которая очень, очень, очень по этому нравится. Задача – исправить это положение, чтобы вернуть ситуацию в другое место. На восстановление этой языковой среды. На создание условий для ее развития. Да, но теперь вопрос. Это цель. Это задача. Это задача. А законное основание для людей – это вторая сторона вопроса. И мы ее уже обсуждали. Это восстановление государственных целей на ближней территории, в ближайшие составы каждого. Ведь против этой цели часть населения расставала. Часть населения Латвии значительная. Причем? Я помню. Я помню. Прошло 30 лет. Я хочу спросить, до каких, вот что является целью и когда эта цель будет достигнута? Что является целью? Мы уже говорили об этом. Нет. Нет. Я вам хочу сказать сразу, что я не так и не понял, что нравится фиксировать, что является целью. Целью. У вас создание условий, все. Когда они будут достигнуты? Никогда, как лидер, не будет построено. За счет чего эта цель, пожалуйста, вы решили? То есть здесь вот, видите, это… А я вам хочу один пример привести. Вы спросили про цель, я не даю тебе ответить. Да, хорошо, давайте. Сопринятие закона об образовании, я считаю, эта цель достигнута. Остается только его реализовать. Первые, как я уже говорил во многих местах много раз, первые выпускники в школу национальных общин, получившие полное обязательное образование на государственном языке, они станут первыми разнонациональными гражданами латышских национальных… Теперь вопрос. Задача – знать латышский язык или получить образование на латышском языке? Что является конечной целью образования на латышском языке? Образование или знание языка? Сейчас скажу. Да, внимательно слушаем. Знание государственного языка на уровне родного наряду с родным. Ну так теперь я хочу спросить… На уровне родного… Извините, я понял вас, но а при чем тут образование? Ведь знание языка в советское время латышские школы учили русский язык. И получали образование на латышском языке. Сколько высшего образования было на латышском языке? Все. Академия художеств, архитектурные дизайны. Из четырех фельсмантовских классов в 75-м году в Одесском университете три было на латышском и один на русском. Мы потом уходим, потому что, я еще раз говорю, заперевненная задача – получить образование или знание как родного языка. Дело не в том, сколько было образования на латышском языке. Дело в том, что все образование школьное должно быть на латышском языке. Но почему в первой республике этого не было и достигалось, мои все знали латышский язык первого? Я на этот вопрос ему отвечал. Почему в первой республике знали все перфектно, и не было это не в латышской школе, а отлично знали в латышской школе? Еще прошу корректировать одну мысль. Именно потому, что жизнь в первой республике и жизнь в Латвийской ССР отличалась кардинально. И последствия жизни в Латвийской ССР требуют дополнительных условий. Значит, и я понял так, что во второй республике кардинально отличается от первой республики. Второй? В Латвийской ССР есть вот в адрес нации, тут есть уже здесь. И в отношении к нации меньшинства. И это я вам покажу. Вторая республика была восстановлена. Восстановлена решением парламента. И теперь она в развитии. Оно не может быть повторением того, что было 70 лет назад. Оно восстановлено было на момент восстановления. В каком развитии? Что принимается под развитием? А вот закон о языке. Это развитие. С вашей точки зрения развития. С моей точки зрения это нет. С точки зрения представителя империи. Не империи. Империи образующей нации. Это большой облом. Нет. А с точки зрения обстоятельства национального государства это с точки зрения традиционного русского меньшинства, живущего в Латвии. И никакой империи здесь отношений нет. Вы считаете, что русских в Латвии никогда не было? Вы прячете за это выяснили. Почему? Это на самом деле абсолютно совершенно не так. Вы прячете за это выяснили. А теперь по поводу цели. Всегда были русские, которые прятались от России. Абсолютно. Никто ничего не прячется. Я просто человек и я имею в виду свое мнение. А теперь я хочу сказать по поводу цели. Я до сих пор помню в свое время. Я союз Гажин не Гажин в то время является председателем 98-го года. Я много работал по поводу не Гажин. Я писал в Кисимове везде. И считаю, что я до сих пор считаю, что они должны голосовать в муниципальных выборах. Так как они являются вовремя подписчиками. Вот. И я хотел вот это. Я помню была дискуссия еще в 98-м году у Лекаря. И там мне говорят, а сейчас много не Гажин, 25% не Гажин, нельзя допустить муниципальный выбор. Я говорю, хорошо. А когда будет можно? Сколько процентов должен быть, чтобы хоть было можно? 5, 5, 10? Понимаете, вы когда говорите, цель наше национальное государство, вы не говорите и критерии, а когда оно будет достигнуто? Когда будет 100% ОТ6 здесь? Когда 100% населения получит образование на государственном языке. Но вы, когда вы говорите про образование на латышском языке, вы имеете в виду конечную целью знания латышского языка как родного. На уровне родного. Ну так вот. Вот, вот, вот. Понимаете, целью ставите знание латышского языка как родного, а к этому пристегиваете образование. Ведь образование получается в стокгольмской школе, например, полное образование только на английском. У стокгольмцев, что ли, правый экономик? Ведь там образование только на английском. Что, на плохое образование дают? Даже выпускников стокгольмцев в школу все бьются. А теперь мы вернемся к тому, что я сказал, что проблема состоит из двух частей. Цель полагания и языкномерности. Думаю, что те, которые появляются... У стокгольмцев нет опасности растворения и исчезновения шведского языка. А при чем тут стокгольмская школа и шведский язык? Это название осталось там? Там вовнутые шведы ушли. Насколько я помню, там было это создано для того, чтобы подготовить средний ваш персонал для банков шведских, экономистов и... В Швеции нету опасности растворения и исчезновения шведского языка. Вы понимаете правильно. Я за то, чтобы существовал артический язык в веках. Я же на том же состоянии. Но только против мероприятий, которые... Какие мероприятия? Ну какие мероприятия? Образование. Образование? Я же не против того, чтобы образование. Но оставьте немножко те культурные проекты и то, что если дается хорошо физика и математика. Сколько угодно сверху. Сколько угодно. Почему сверху? Сверх образование на государстве. Почему? Основания. Латвия не может готовить специалистов для работы и дальнейшего своего развития и реализации своих способностей вне Латвии. Подождите меня. Такую цель государственной статьи. Причем люди могут... Люди могут к этому зависеть. Я что? Государственной статьи. Физика и математика изучения является... Это для подготовки работы вне Латвии, что ли? Если человек не сможет свою профессию реализовать в сфере государственного языка, значит он не сможет готовиться для работы вне Латвии. Дело в том, что сейчас уже все сдают все экзамены на математском языке. Но сейчас по закону сдаются все экзамены на математическом языке. Ну вот я понимаю стандарт. Все экзамены сдаются на математическом языке. Образование чем лучше он получит, тем лучше он сдать этот экзамен. Но если он за него сдает на математическом языке, значит он знает язык, то мне предмет спор. значит математику и физику преподавают на эту нету предмета спора мы не можем если можно есть используя есть предмет то есть вы считаете если он стал госэкзамен на математике и физике он не сможет использовать его в жизни ну где логика подождите врача в конец я не спорю я забыл еще он сдавал экзамены по математике он уже сдает уже это по закону чем вы тогда недовольны я не довольны тем что должен образование получать на том языке которому удобный а сдавать на государственное и знать государственное и он лучше будет надо спросить у педагогов можно ли сдавать учиться на одном языке а сдавать экзамен на другом у нас так уже происходит я не педагог но я вам почему-то вообще такие предметы которые философские аналитические почи они на одном языке трудно даются а уж не на том тем более трудно это есть люди уникальные есть талантливые я не спорю но в целом вы понимаете я не понимаю логики у нас логики на почина вот этой первой преамбур в принципе вы боритесь да ни с кем я не боюсь боритесь я старый человек уже будет как будет я просто высказываю сражение на все воля божия и все мы там встретимся как говорится и все ответим за свои поступки я до сих пор поражен когда в прошлый раз сказали о том когда я спросил что 2004 год когда был достигнут консенсус действительно по доски и все это было победа в борьбе ни чья победа 60 на 40 это был компромисс понимаете да вы сказали не вы сказали тогда одну фазу которая просто шокировала и туда что он а как человек другому человеку может относиться кроме как гуманных соображений из каких соображений тогда один человек относится в руках с ленцовоевка с ленцовоевка с ленцовоевка все поставили смотреть а респекты песочные и тогда будем давать друг друга слово по часам а то получится что я молчу в 2004 году при большом сопротивлении части общества государством было принято компромиссное решение дающее возможность части общества постепенно приходить циклатическому этого не говорила что в части постепенно было разговор о том что 60 на 40 что позволяла все точные в районе ты точная физика математика химия позволяла эти предметы препаровать на родном языке ученика и в то же время одновременно очень хорошо на стадии родного изучать 20 язык это именно та концепция которая в принципе всех уставил я помню эти респондинам скажи что это устраивало всех это было принято в борьбе я понимаю но все же но дело в том что не ватрискачать население при него как это нормально что все я до сих пор помню когда пометки с пожар маслом эти старые дискуссии мы тогда организовывали отецкие собрания получив стать и финансировать фонда сороса для того чтобы ну как бы голос народа был тоже услышим эти собрания я помню что типа билингвальное образование это будущее европейское несколько несколько языков а вот монолингвально на одном языке это уже все это вчерашний день и меня убедили в том а теперь значит вы говорите что на русском языке монолингвально это плохо билингвально это уже тоже оказывается плохо а монолингвально латышко это хорошо буквально это недостаточно дело в том что мне убеждали что билингвальное образование знание английских языков и европейский подход а вы за что будет за полной буквально новатышко никогда не найдем доистину я удивляюсь я вописки не удивляюсь я воспринимать 23 4 год как это нормально новое что вы из-за гуманизма как это согласились вы не слышите аггументы уже были тогда все высказаны уже все это дело в том что они все были высказаны я 2 не понимаешь если человек другому человеку не относится из гуманных соображений из каких соображений тогда он относится что человеку волк мне можно сказать вы опять упускаете вот это вот разделение целеполагания и закономерность если бы стоял вопрос об образовании 50 на 50 где-нибудь в англии надо в англии в испании это поможет быть не вызвало такого противодействия но после советской колонизации в латвии это совершенно другая ситуация на этом нельзя было останавливаться и хуже того вы видите уже хуже того я за жизнь это будет остановка дело не в это в этих разговорах я вам на все пункты отвечу но это вас не убедит особенно не убедит часть вашей общины хоть и мало вы знаете почему потому что вопрос не в образовании почему-то эти же люди переезжаю любую другую страну погружаются в любой другой закон и среду без всяких проблем проблем только насколько способны погрузиться а не в том чтобы они сопротивлялись сейчас проблема языка это последний аргумент противников латвийской государственности в пользу своих по поднятия свои своего авторитета свои голосов своего престижа потому что противники именно это последний аргумент анти латвийских политиков они уже другие аргументы все исчерпали обанкротились остался последний поднять людей на эмоциях на чувство потому что здесь действительно интересно затронуть чувство возбуждены и аргументы слушать никто не хочет я ваш аргумент и все выслушав вас аргумент они не убеждают а потому что потому что это последнее это минуточку я вижу против латвийской государственности почему это против латвийской государственности я тоже патриот воды я считаю что так не делается так не относятся к своим гражданам нельзя так относиться никакого гуманного отношения я не вижу вы не слышите вы не слышите понимаете вы хотите создать латвийскую нацию в веках которые существуют вопросов нет за счет каких средств за какого отношения к тем же соседям которые мы живем за счет вы отрицаете существование русской латвии русской общины в латвии которая тоже находится здесь века когда вы говорите о том что старые веры пришли сюда так а вы знаете обстановку тогда да раскол был в россии здесь была чума и люди умерли здесь ноги в ливонии вкусами и пригласили не ватышки если вы помните тогда здесь были бароны это немцы это немцы решили здесь поселить крестьяна русских для того чтобы вас скольбиться и прочее-прочее а здесь такой вообще дискуссии мы ватыши мы вас пригрызли по совершенно напрасно и с тех пор мы живем бок о бок работали существовали жили женились ругались мирились любились вы совершенно навекали и вдруг сорок пятом году как вы говорите советская власть пришла совет а что было мне не хочется прибивать понимаете в чем дело здесь была нацистская оккупация пришла советская армия но тогда красная армия отсюда ушли немцы выгнали они вместе с ними ушла вся практически вас я же разговариваю у меня же тоже здесь а вы ватве этого ты же извините а потому что не тем не здесь понимаете здесь вины виноваты то есть была советская власть а кто это советский это всем многонациональный остались одни русские русских теперь надо дарить за то чтобы первых остались не одни русские во вторых у латвии это большое преимущество что у латвии существует русская община это большое преимущество это богатство давайте будем без но у латвии большой как не по-русски говорят трава что часть этой общины остается проимперской и про советской да потому что от нас последние и последние разумношь можно ее обвинять во всем и в последнее его бассе он в борьбе просто латвии государственности это русификация какая русификация ну как уже не изоляция части общества от государственного языка это последний что я хочу я хочу вам сказать одно я хочу вам сказать одно вы посмотрите представительство сейчас вот что творится в политике за согласие цель так который избиратели его фрисы не берут потому что из-за него голосуют неправильные спирать я и об этом могу сказать я хочу сказать этот но 25 было раньше сейчас 20 процентов меньше даже неграждан который не участвует в общественной жизни а еще аристотик сказал как может человек это положитель относиться к государственному устройству если он не участвует в общественной жизни понимаете вначале мы отталкиваем потом мы еще в черты их увлекаем а потом мы удивляемся что они так плохо к этому всему относится а по хорошему не пробовали за 30 лет не пробовали я помню сколько я собирался и писал письма и встречался и по-разному пытался и сколько у меня это перепиской связали везде я по всякому пытался достучаться невозможно невозможно если мы понимаем что него дышит ресурс и те люди с которыми надо строить будущее ватвии и тогда у нас будет одно понятие и за один ход событий если мы воспринимаем элита или не виды не знаю кто что это угроза как это внутренне как говорится здесь который тут вредит ватве как вы все время упоминаете это другое но воспринимать элита который воспринимает 30 процентов населения как у глазу внутри страны я не считаю что это правильно я категорически противоза ватвии не выпиши не русские не украинцы и белорусы естественно угроза латвии про имперцы и люди с про коммунистическим мышлением 30 лет закончилась империя и скольки уже по-разному и очень я хочу сказать вы помните советского может быть это уже не недостатки прошлого людей это не пережитки прошлого недостатки настоящего согласен что и наслаждаться может быть это уже не пережитки прошлого по которым вот это недостатки настоящих не надо ли задуматься вообще сами надо я открыто русская община ватве полностью открыто для всего просто нормального разговора о том что давайте и здорово она открыта не для негативизма то есть я еще раз я никого ни в чем не обрекают жизнь есть жизнь она разная была она по всякому но меня удивляет другое вот сталинский принцип сын отвечает за отца и коллективные наказания ведь один в один теперь эти люди 30 лет которые назад были вот эти вот потомки они теперь все равно и напоминают чтобы вот тогда то есть получается сын отвечает за отца и это вот тереоккупации все попали в подножить или граждане все остальное это коллективно это очень на то что было когда-то ведь еще и шины остались с нами принесли часы песочные честно но в ответе очень удачная очень удачная трактовка и ложная противника латвийской государственности что это идет что это идет какое-то наказание месть и прочее прочее очень хорошо хорошо а тогда основание разрушилась империя так одна колония получила независимость в ней изменились условия жизни так изменились не лучшую сторону для людей олицетворявших некогда империю я еще раз говорю девяносто первом году не даете мне договориться да и тут же появился аргумент это нам вся разве в колонии освободившиеся от иберии изменившиеся условия делаются для мести бывшим колонистом по-всякому они делаются для восстановления справедливости мы опять вернемся туда же я понял да и справедливости вы так а это справедливо сохранить нацию который пыталась растворить империю мы вернемся давайте тому же переселялись в литву каждый переселенец решал и советскими мы уже очень это первое хочет или не хочет все горе латвии что тогда этого решения принимали не дайте закончить сразу все тогда это решение принимать не надо было из 30 лет спустя после восстановления независимости до сих пор часть населения не может принять это решение не выезжая а из латвии не выезжая ну так это же было решение ли ты вратве тогда же причем тут эти люди это не вина людей это их корень что они не могут понять понятно что тогда не приняли решение что надо погружаться в латышеской языковой среду что надо в литовскую все знали и не ехали если не хотели но сейчас а сюда приезжали которые не хотели неужели латвия сейчас обязана создать для этих людей тепличные условия а мы только об этом спорим нужно ли погружаться на эту тему потому что это вообще человеческие нормальные явления на чем вы согласны что в латышеской языковой среду надо погружаться 91 году еще можно было бы понять но сейчас 30 лет прошло вы согласны с тем что в латышеской языковой среду нужно погружаться и чем глубже тем больше у человека возможности себя реализоваться делала ваш антической или нет на сегодняшний день очень везде она есть и человек погружается и будет пожалуйста по существу на вопрос вы согласны что погрузиться надо и чем глубже тем больше возможностей реализовать свои права я с этим согласен но это зависит от решения каждого человека потому что везде и всюду это его воля добра а вот этот бескред его заставлять этим насильно и это я считаю что не совсем правильно я считаю что воля каждого человека это нормально удачно дали мне еще один документ прописка государства и дала возможность человеку проявить свою боль не хочет погружаться в латышеской среду у него есть время думать но до сих пор многие думают а братья латвийское гражданство он еще остается одной ногой где-то здесь я это и есть право человека чтобы выбрать что если у вас есть как гражданство погружение в среду и знание латвийского языка три разные вещи я знаю убежденных неграждан которые перфектно знают латышеский язык но они не могут приступить через это дело потому что здесь они должны признать что тогда с ними поступили правильно они считают что с ними тогда поступили неправильно чем гражданство всего понимаете в чем дело но человек тоже имеет свою годность каждый и почему эти люди должны страдать а то что вы говорите что знать стали язык где-то поживание на основе эффекта но это же это истины понимаете это истины не требующие дополнительных никаких условий заключением создания хороших методик изучения языка кстати и до сих пор не очень много и многие жалуются и больше ничего есть и богожевательного климата для того чтобы хотелось изучать этот язык понимаете что ты приглашал человека к этому стой третий момент язык еще его и пытаются изучить тогда когда он пока какими-то открытиями когда нужно посмотреть и мне интересно в оригинале почитать то ли иной вещь понимаете в чем дело вот это и есть от честь и давайте в одной терапии больше одной аргумента не раскрывать а то я на все ответы не успею вы еще одну еще раз подтвердили что про имперские настроенное население почувствовало обиду от того я чтобы освободившиеся колонии изменились условия жизни почему кого не обида да нет и никакой обиды я и не было никакой колонии значит у нас мы слишком рано взяли за тему международных отношений нам нужно разобрать тему абсурдности коммунизм и тогда мы поймем вы поймите правы и в этом вопросе не правы и соответственно защищаете и сегодня ложную позицию и базируетесь чисто на обиде никаких обидов нет никаких имперских обид ну как вы только что правил людей я прожил долгую жизнь видел много людей и столько видел перевертышей и всего остального и по всякому как говорится и участвовал во всех дискуссиях европейского союза и везде и мне просто любопытно я вам честно сказать любопытно я вижу как бы мы не менялись люди остаются людьми если в основе отношения между людьми лежит гуманизм просто повторяем человеческое отношение к другу все вопросы можно решать все остальное это кришев политический те самые замысел интересы это ну какие-то вознаги все остальное поэтому если вы хотите сказать что жизнь изменилась кардинально относительно чего-то да то я вам скажу по-всякому вас и во всяком действии государства лежит гуманизм очень мягкое очень подразумеваемое отношение ко всем людям и никаких а что и может наш разница это я признаю зачем тогда вот эти пошли изменения изменения вот это вот в сфере образования то что толкнуло это что являлась вот и непонятно что это восстановление я был когда шатурский 2003 13 году был представлял свою вот эту вот программу образования изменения он на основе основы основы концепции развития латвии 2020 года кстати да вот и вот там четко было понятно что сама идея она была она связана с экономикой конечно потому что здесь нужно сокращать школы так как мало детей кроме того там было сокращение школ значит меньше учителей и можно поднять зарплату и третий вопрос за счет того что здесь сокращает учителя в отельские школы можно перекинуть не в отельские там рисунка учителей до 23 что очень грамотного доктора как говорится математических наук то есть здесь вопросов нет он достаточно грамотно это был еще тринадцатый год а детали школы и формы мы сейчас не обсудим и здесь это принцип да восстановление языковой следы против которой но у нас сейчас я всегда говорю в какой момент будет сказано все на этом даже давление уже разогревали разогревали что еще у радикалов с разных сторон могут возникать разные идеи и борьба вокруг этого но фактически все законы принято остается только их реализовывать и прекратить борьбу против их реализации если вы считаете что это несправедливо я готов вам доказывать что это закономер доказывать вы можете а вы все равно будете считать потому что у вас другие взгляды вы мы с вами воспитаны собственно говоря в основе своих советском союзе но только я в свое время отказался от коммунической диалоге а у вас это еще происходит у меня нет я профессионал поэтому я никогда не был зомполитом но детали детали в вашей голове остались мы на 1 на 1 следующий дискуссии давно есть у всех нас и даже у меня они есть проявляются в некоторых вещах но не в принципе а вы считаете так что решение принято и знаете как стойте молчите хотите со мной разговаривать нет или второе не теряйтесь как у нас говорят наши украинские коллеги не теряйте силы кума опускайтесь надпал нет вы даже понимаете в чем дело то есть вы не хотите или садись я сможет ничего то что мы говорим совсем нет что как говорится совсем решение принято она будет выполняться прислодействие этому будет преодолено но дальше нужно бороться за возможности поддерживать свою национальную идентичность но я хочу за финансирование за участие государства за поддержку всевозможных национальных общин ну что люди всех национальностей латвии должны иметь возможность сохранить свою национальную идентичность но без погружения на уровне родного в язык государственный они не будут иметь равных возможностей это апартеид когда пытаются восстанавливать какие-то хоть маленькие границы хоть 50 на 40 вы должны согласиться с одной мыслью что язык особенно малого народа на малой территории здесь должен должен использоваться во всех сферах жизни никто не спорит и только образование может это обеспечить почему потому что без образа без образования образований опять же мы опять же опять одно и то же то есть надо языка никто же не скоро знание заказа на уровне иностранного никто не спорит с этим уже сейчас вы посмотрите уже сейчас закон говорит о том что свой латвийский язык сдаётся как родной латвийских и не латвийских школ на чем мы говорим пусть это продолжается но пусть продолжается разве это сейчас что она уже и тогда было когда значит у нас нету причины у меня не для раскола общества согласен вот этой вот последней причины которая сломала тот компанист который был достигнут 2004 года вот это сейчас и колет общество если мы не делаем это то нормально ведь за этой за этой реформы могла чистая политика вы извините меня пожалуйста я я не вижу я не утверждаю но и но у меня есть основания подозревать но я не утверждаю что вы хотите внушить что если бы прислушивалась государство к его противникам то латвия была бы нормальным государством и все противники латвийской государственности прекратили бы борьбу против неё я нет извините это да да чтобы не произошло какой бы компромисс государства не шло бы противники государственности всегда все равно нашли бы аргументы свою пользу аргументы в пользу своей борьбы в пользу не будет гражданство язык капитализм коммунизм компартия демократия евросоюз нато на всех этих вопросах всегда нашли бы аргументы против чтобы латыши латышская часть общества в чем бы не поддавалась в чем бы не уступала а а каждая уступка это угроза существование нации все равно мы бы аргументы были эти было пищи от на 40 была борьба против сейчас полностью борьба против что не скажи если не тоже все равно на 40 это компромисс если вы помните закон на 100 процентов 1 октября 1998 года был принят закон и переход 100 процентов на латышский должен был осуществить борьба была не на не против 60 на 40 а против 100 а теперь о целеполагании в латвии еще до сих пор живут очень много латышей и сонных латышей которые давно ассимилировались русским языком не выезжали из латвии у нас целые области не говорят по латышски и вы хотите в этих условиях создать дополнительные условия для автономного существования развития русского языка мы не различаем русский язык от украинского белорусского грузинского прочего различается только количество членов общения права у всех языков одинаковые но все они не государственные их приоритет в количестве носителей у латку русского языка носителей больше всего и у него огромный приоритет вы так или назвали тот статус который хотите дать русскому языку статус не иностранный такого я не знаю ну и как только получается любой из них сразу иного гражданина появляется право не изучать и не использовать все другие языки это выставки сказали я не знаю а второй мне понравилось как вы сказали что противники что мы это вот мы говорим а все остальные противники они не согласны то есть все него ты же противники а а мы не решили все отчасти понимаете какие-то имперцы какие-то это ночью мы начали с негативизм и закончили негативизм нет я к тому же не привык честно говоря положительный человек и с положительными эмоциями и я хотел бы чтобы диалог а вот это вот стоите молчить если хотите со мной разговаривать я решил исполнять ну я это это не новость понимаете и я хотел бы чтобы демократического государства и если это был демократического централизма когда большинство решает не число подчиняется все это мы проходили то есть честно говоря то есть я категорически централизм это не демократия опять здесь и поэтому здесь еще раз говорю да к сожалению мы высказались мы сказали да но нету вот понимаете есть начало нету революция конца и вот у меня это вообще чем 91 национальная вот это началась но я не вижу конца и 30 лет вот я я конца не вижу и я смотрю в некоторых областях вот судя по преамбулу она наоборот становится все жестче она становится все более борьба за латырьский чем золотического на нацию становится все больше и больше чем дальше мы больше то есть то есть хотя вроде бы вроде бы 30 лет уже баба во всем успокоить не за нацию нация выживет нация выживет если будет обеспечена приоритет для языка и культуры уже обеспечен выше крыши что не для людей этой нации а для языка и культуры ну так а кто ее делает ну кто если культуру делает все жители и делают но почему значит в основном должна быть языковая среда что-то хорошо что-то непонятно я понял да русская община латвии должна взяться русская община латвии должна сохраниться но знать когда зачем мы спорим а для этого и нужно образование на отлично образование на образование нужно чтобы образованный человек как только онтологическая картина мира чтобы понимал ну аликаде вокруг себя кто он в этом мире мое отношение с этим миром строить вот для чего как только часть предметов не изучается на государственном языке это и есть маленький языковый барьер для части общество от русский язык русская литература на русском языке может все изучаться а тем более должны более того его ватвийске сколок очень хорошо изучался русский язык но это уже другой вопрос политики эмоции и прочего прочее я еще раз говорю что да сейчас нам нужно к сожалению заканчивать и еще раз какую тему не встречу на золото это идет коммунистом и вывел сатор этих бесед и я честно говоря более как просто ну как спарринг партнер это мне кажется очень любопытно и я предлагаю сейчас такую схему и прекрасная территория здесь кайпиат музея одна из последних территорий ну непосредственно одна из лучших территорий свободы где можно быть и так лично и любопытно были поиски были бы еще и прямые комментарии к телебеседам которые мы вас проводим потому что это двое пожалуйста двое людей мы в конце концов вы истощим друг другу потому что мы всегда конечно со своими мыслями зато не чем я предлагаю такую форму следующий раз если вы мне доверяете я возьму несколько тезисов по этой теме и по каждому тезису мы разберемся совпадаем не совпадаем и в чем не совпадаем сумма за тезисом давно закрыть тему это кажется и зафиксируем это а потом можем перейти более важным основам теоретически но они на эмоциональном уровне очень влияет на нашу мы люди прежде всего люди это эмоции эмоции нас сильно захватывают потому что изменилась жизнь изменилась нас нас 50 а в россии 70 лет заставили жить в антимире и мы полностью изменены внутри перестроиться назад смогли не все я вам скажу честно откровенно это ваше личное мнение меня не задумывал когда вы сказали что мы были рады коммунизма я знаю вот об этом и поговорили сейчас я хочу сказать что сейчас много людей которые считают что они рыбы капитализма то есть здесь поймите правильно это все зависит от людей и и сказать что здесь было царство божие а там а это настолько я еще раз я никого не воспаляю я хочу только одну люди относили друг другу гуманно опять же всего очень трезво оценивается обстановку и понимаете что за любыми позициями есть какие-то интересы здесь интересы и здорово и любая цель которую вы доставите она она должна быть по времени как-то здесь она цель она должна быть какой-то мы достигнута не достигнута невозможно ставить цель и может быть бесконечно идти к этой да но это уже тогда будет коммунизм я считаю уже достигнута не реализовано но достигнута я не считаю вы поймите панель для вас это цель для меня это к сожалению нет знание эффектно и латического языка погружение латышевую культуру и пространство вполне нормально для любого человека живущего надо сказать точнее цель это на текущий период времени а вообще-то это средство это средство восстановление языковой среды ну как-то расследование это это средство для сохранения и развития ногу со временем этой культуры этого языка но все же но на этой территории надо создавать человеческие условия для всех а не только для на латвии не может стать колыбелью для детских цивилизаций цивилизации не надо мы относимся к людям они цивилизации цивилизация это вообще отдельная история если будут часть общества изолированы от единого они что не хотят быть изолированы но кто хочет быть изолирован вы хотите развивать атомную энергетику на русском языке на русском языке после прохождения полного курса средней школы алтышцев спасибо 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 зрителям до следующего раза я думаю даже беседы будут интересны